вот он наш импортозамещенный красавчик редкий случай мы сейчас будем заниматься оживлением собственного автомобиля ты помнишь этот дождь петр юрьевич нет амнезия какая-то расскажу предысторию дело в том что несколько лет назад может быть три четыре может быть пять черт его знает мы но это кстати времена корона вируса мы его купили в корона вирус в москве как раз еще с пацанами с максом ездили кастом трак раша не помнишь какой-то зелененький вы еще смотрели ездили ездили на зеле купили мы его на истровском водохранилище и собственно говоря пригнали в питер а дальше начался кастомайзинг давайте поставим у него дизель от валдая купили валдай давайте сделаем коробку автомат поставили коробку автомат но я не помню чем все закончилось петр юрьевич что за коробка не знаю что-то переднеприводное но это не от него так что у нас тут понизу задний кардан есть газелевские колеса передний кардан а вон передний кардана с проблемой с передним карданом да крестовины там считаю что нет ну то есть она может подоторвать в общем уникальный момент мы оживляем собственный автомобиль а ну колеса ладно сейчас его валич приедет колеса раскидаем борт украли сволочи ничего себе вандалы до украли борт не могли защелки снять да он просто взяли откусили это же вот так элементарно делается петр юрьевич ты меня пугаешь какие-то непрофессионалы работа на бортах на додж ладно но здесь какие-то party происходили семейные судя по всему а плод надо отдать чужой плод уже лет лет пять да 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 это плавучий плод плавучий пристань ну что же давайте попробую открыть раз чухать он кстати дизельный я только сейчас об одном надеюсь что солярка там летние но сейчас так около 0 минус 2 мне кажется переживет ну теоретически до 15 нормально терпит просто хрен его знает что там он стоял может еще и солярку также как и борт отработали провод какой-то парадоксально знаешь что что я ничего не помню сейчас через полчасика приедет иван валерьевич может он прояснит ситуацию но объективная честно не помню братцы в общем мы оживляем свой собственный автомобиля который мы забыли мы его купили когда коронавирус только начинался считайте по годам сами может даже серию найдете как мы в москву ездили там круто вы те кто участвовал добраться и последние солнечные деньки в санкт-петербурге вот буквально три секунды назад шел дождик а сейчас выглянуло солнце боже мой как это приятно давайте все им наслаждаться но есть нюанс дело в том что вы же понимаете мы тут недавно ехали искали автомобиль одному моему другу и поняли что хороший автомобиль в нормальном состоянии сейчас найти практически в продаже невозможно а вот новую машину со скидками в том числе китайскую но я думаю что сейчас в основном китайскую даже при покупке за наличные я знаю где взять через сайт автоспот точка ру на сайте уже собраны все предложения от всех дилеров по всей стране причем скидки сразу видно за что ты получаешь за кредит или наличные тут сразу видно за что предоставляется скидки и они достигают 200 тысяч рублей а чтобы забронировать за собой предложение просто оставляем заявочку в два клика а если у вас уже есть автомобиль то обязательно загляните в раздел сервисы и то выбирайте свой автомобиль на карте сразу видны цены и скидки на нужное вам техобслуживание сравнить очень удобно причем гарантия сохраняется так как все предложения от официальных дилеров и проверенных продавцов сайт бесплатный не нужно никаких не подписок не прочей ерунды зайдите и посмотрите это очень удобная штука ссылочка есть в описании скидки в наше время это очень важно да пожалуй как и всегда так ключи где ключи так груди этот открылся нет о пример так это есть красный сутенерский салон ну салон классный да так вот эта часть кастомайзинга это с иван валерьевич он здесь какие-то светодиоды приборы мопар прокладки боюсь что не пригодятся так это у нас на дак у нее раздатка своя значит а ну как конечно мы нет да раздатку мы не меняли это хорошо капот то где у него открывается мать его вообще ни хрена не помню ладно петр юрьевич я что-то дернул серьезно здесь как-то все очень странно там открылся капот да ладно он чуть-чуть интересные колбочки ну каменный век каком году ты хрен его знает вообще уникальный формат смотришь на свою тачку и не понимаешь вообще что происходит просто мы тогда были на таком инженерном адреналине парни давайте 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 сейчас все сделаем чаще 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 чем было весело салон да 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 девчонок катать можно ну ладно лапы уши хвост вот мои документы девяносто четвертый год петр юрьевич свежак относительно есть чей-то бумер лонговый вымиральный яме стоит да здесь есть компрессор и на моей памяти 3 капитан еще ставил сюда нем гудок а вот и гудок тепловозный нет это что-то такое ну не тепловозная но другого цвета если у нас девчонки смотрят они цветов больше различают они скажут какой-то цвет может фиолетовый или что-то в этом роде поскольку здесь есть компрессор здесь был воздух и это исключительно управление воздухом вот собственно гря мотор который очень тяжелый удобненько так аккумулятор есть но он скорее всего сел за такое количество лет датчики фигатчики господи что смотрите антифриз тормозная жидкость да есть у нас тут еще ручки были проблемы у нас были проблемы с тормозами потому что это дизель и здесь вакуумный насос не так чтобы и хорош были у нас не проблема он электрический где-то вот здесь датчики я помню мы ставили а вот он как раз вот он какой-то вот он вакуумный насос да 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 и он не справлялся с даджом это первое и второе у нас были проблемы с гидроусилителями потому что гидроусилитель здесь насос вернее гура где он собака не вижу в общем у нас шланги рвало потому что он дает избыточное давление господи сколько всего было то так ну короче антифриза у нас нет масло в двигателе масло в двигателе у нас есть а нет это автомат господи петр юрьевич вот дурак-то а где щупа сны здесь что-то еще отключено какие-то нюансы где-то вас ничего себе так он какой-то как мерседесовский масло едино что то есть хорошо радик-то какой достойный радиатор линдовой вот чтобы также так ладно давайте попробуем на зажигание в крайнем случае принесем береговое посмотрим добро пожаловать еще примерзла или прилипла но дверь открыта опа перекосил немножко прилипла так аккумулятор у нас подключен да но ничего надо берег тащить береговое напряжение здесь как раз по-валдаевски шапка у вас хороший петру ивич личная сапка у меня такой нет все подписчики разобрали кстати надо будет заказать новой партии поэтому братцы что худи независимые эксперты вот эти фирменные что шапки что перчатки там еще есть футболочки да и на своей девяточке можно по бане ходить ссылочка будет в описании на сайте блогершоп большие размеры еще есть а шапки я думаю что скоро будут ну на момент видео шапки могут может и появится поэтому кому интересно добро пожаловать все мы продолжаем природа только сейчас заметил так это подкачка ничего себе домкратик был алюминиевый вот это его сожрала вода нет все хорошо солярка будет есть контакт попробуем кстати наш новый набор его первое крещение на выживление есть что появилась а конечно ключи в замке сейчас я подключу плюс-минус дело пойдет лучше попробуем берег есть и ничего отключатель масса какой-нибудь правильно я тоже об этом подумал мы же нормальные люди мы же наверняка сюда поставили отключатель массы в самолете вообще ничего где-то он есть куда-то мы его поставили вопрос куда сейчас пойдем по проводам так кому не перепутать а ну да 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 плюс плюс блин реально ничего не помню абсолютно ведь вроде сами делали но ни фига не помню как так бывает ладно сейчас найдем вот это ничего страшного вот эта штука на моей памяти конечно что-то здесь с этим связано видимо надо снимать бородой и смотреть там внимательно наш сейчас поймал себе на мысли вот мы когда приезжаем на оживление вот тот ученый хера вертила тут сами на хера вертили ничего вспомнить не можем как это работает да 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 вот это кастомайзинг дело такое да на самом деле я вообще честно говоря не понимаю как мы сюда запихали то что подрамник здесь приварен к раме подушки дежабо как мы сюда его запихали хрен его знает здесь судя по всему у нас были какие-то трудности с охлаждением и отключили датчик видимо в аварийный режим ушло вот этот самый регулятор давления которые мы ставили на гор но он судя по всему не помог на моей памяти короче сейчас разберем будем смотреть можем и сколько датчиков мы сюда запихали он делать не хрен да не вышло видимо схема в прошлый раз доказала свою неэффективность вот от нее провода и но нет здесь что-то есть видим мы это сняли потому что не было эффективно ладно что дальше петра ильич да а можно у нас попросить кони гаечный ключ рожковый насколько угодно здесь не важно да я хочу замкнуть здесь у нас какое-то наличие отсутствие предохранителя но он сгорел видно да не знаю на камере видно не видно посмотрим никогда так не делаете я зажигание да и вакуумный насос закачал нам нужно сюда предохранителя это газельевский вставка я думаю мы сейчас ее изобретем здесь магазин рядом есть до база все для уаза удобненько универсальный магазин подходит на все марки и модели вот она импортозамещение 40 и 90 ампер я взял петр ильич я думаю что он хватит отдельно ставочек нет нет отдельно вставочек не было поэтому пришлось взять эту как они вообще тут работает тут так люто пахнет едой что у меня уже прям на старте ты завтракал игрался до завтрак а я вот нет а я вот еще не завтракал еще не заработали мы на еду всем нашим подписчикам кто ужинает то что видео вечером обычно выходит приятного аппетита вставку плавку и поменяли сейчас вы чем зажигание посмотрим как быстро у нас перегорит предохранитель да петр юрьевич пожалуйста береговое так чего клемма из кранула да нет смотри чек инжене вообще не думаем об этом я попробую повернуть вот тут все загорелось да ладно я давление масла погасло охренеть так ладно с этим сейчас разберемся надо что у нас там он завелся я не знаю сколько ну реально последний раз его перекатывали это руками короче он для 5 стоит вполне себе вполне себе это мне нравится так что у нас вот это за муть понаделанная так аэрбэги нас не интересует ничего ничего тоже ничего еще не понятно что это такое но здесь что-то меняется думаешь но это точно дождать иван валерьевича здесь что-то можно корректировать смотри газ тормоза ну что-то топлива есть я с вашего позволения а смотри это передачи передачи точно хорошо во всяком случае это работает ну ладно разбираемся ну типа драйв или что это до задние все верно не тралочка вперед думаешь нейтралочка зеленая да вот возможно драйв да вот скорее что ты прав мы едем все оживили охренеть осталось почистить кардан или чё там нас да надо воды налить там радиаторы ничего нету совсем ничего маляха потрясающе вот это да я просто в шоке он просто вдумайтесь такие страшные звуки издаются да тут прям гирлянда не в мать и к этом какие-то что-то шевелится крутится ну вот эта часть работает но что это такое я не знаю есть тут свечи накала нет свечей накала еще ничего не помню пойдем смотреть под капотом подло он завелся все-таки кастомайзинг пять лет назад был хотя инженерная и фанатичен но работает да кайф каждый раз убеждаешься что говно палки пылесосные шланги немножко инженерных решений работает надо будет еще колеса отгрузить уже это бортовое давление воздуха да 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 шланг есть и там быстро съем есть под капотом по этому поводу а вот иван валерьевич собственной персоной товарищ капитан кстати будет скоро следующий проект это идеальный уазик блокировки от гелика и все такое такое здравствуйте и вам не хватает сэр ты же капитан я не знаю как вы но я забыл все к чертовой матери мы ели его завели потому что мы сюда впихнули столько кастомайзинга выходи расскажи что ты помнишь во всяк случае по воздуху вот это что такое вот это я понимаю да это собственно говоря быстро съемки подкачки ну воздух а вот это что уазик он просто так не отпускает вот это зачем начал хорошо говори главное ты забыл ты тоже забыл на хрена вот это нет это это что-то с воздухом и да эта система которая там короче там что история такая значит эти клапана они туда дуя обратно никого зачем это мы сделали я так полагаю для безопасности безопасности чего тут ну смотри ну тебя когда воздух уйдет в одну сторону капана когда открываются полностью я понял какой части автомобиля относится этого узел пневматике ну хорошо что он пневматизирует кроме подкачки но гудочек я видел дальше нет ответов ты серьезно что тоже не помню хорошо пойдем дальше да там предохранитель было сгорел потому что был выключатель массы вот это вот который мы сделали а потом почему ты помнил так я вспомнил это и это к этим как его к огнеметом и вот это тоже помнишь ты просил меня сделать этот как его бешеного макс автомобиль каким огнеметом ну таким воздух это огнем который плюс ты серьезно где огнеметы это последняя часть плана которая была не реализована огнеметы где огнеметы лежат где-то на складе они должны были быть здесь вот это вот едешь слушай ты мне тогда сказал сделал огнеметы я их сделал все вот я система там огнеметы лежат понимаешь ну она осталось только забрать это огнемет что было у нас голове хорошо ладно окей огнемет ладно окей ой прости пожалуйста иван валерьевич вот это что вот это что за мелкошка и что вот это за регулировки вот это мы разобрались это прмд да и на автомат да это автомат вот это что и что-то она что-то делает да это кстати что-то слушай у меня есть звонок другу потому что это делал мой инженер макс хорошая идея звоню конечно макс привет слушай нужно 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 твоя память по поводу рема там у нас есть такие прекрасные такие тумблеры в качестве трех штук штук и еще такой регулировочка это вообще для чего мы делали точнее ты делал давление чего да точно прекрасно будем методом научного тыка да я предлагаю заводить греть и разбираться огнеметы огнеметы они решили поставить и забыли ничего себе потрясающе мы все подготовили у нас как как в море сша давай задача понятная ясная за работу товарищи найдем обязательно наверняка нет где-то там на антресолях конечно все есть жидкость петр юрьевич заводи бибику первый раз хорошо завелась что-то клуб память что-то работа а почему мы отключили датчик это включение вентилятора судя по всему ты не помнишь нет после огнеметов это был глупый вопрос абсолютно да короче греем смотрим что воздух и качаем колеса прямо от машины потому что компрессор есть вот насос это вакуум север а вот блок управления газом но он выглядит как блок управления газом написано компания газа да но с ротл контрл юнит так это вообще блок управления с дочной заслонкой а здесь нету с ротл я пришлось запитать его на систему тормозов это место вакуумного усилителя мне все нравится насос ресивер блок управления вон там вот клапан слышать да 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 вот это датчик давления он накачивает сколько надо сравнивать но на моей памяти это хреново работало прекрасно это работало она тормозит понимаешь вот система система тормозов работа тормозит как это уже не важно пена да 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 это нормально глаз у нас проблемы еще в гуром были помнишь он срывал клапан а да был такой а ты опять но потом всякие проблемы то решились обыкновенная регулятор давления которые вот это и проблему точно мы с того ездили на импучат так вот как раз вы ездили все разваливалась она развалилась еще тогда когда у этого стоял господи как его сообщика как его зовут-то суп . нет подожди на моей памяти последний наш выезд мы ехали на все разваливалось возможно потом были приняты решения и что-то решено нечего у нас развалился кардан и все а так он ездил прекрасно дай боже ну там есть только дверь передняя крестовина подожди а если мы передний кардан снимем там же есть блокировка он может ехать на заднем да можно вас попросить чуть-чуть это если есть если нет мы сходим базу все для вас отряд масло с антифризом было только что вы носили я видел а вот это т.к. да давай воздух проверим там шланг если я по если я правильно помню шланг поскольку мы как раз на уф-роуде травились качали должен быть здесь вот он пожалуйста все быстро съем а давай я возьму сейчас наделала подкачка как раз той страны буллерюсь так здесь есть есть давай попробуем начнем ничего себе доджик-то оживает но двоечка не дуй 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 чуть-чуть у нас есть давление работает падла на самом деле удивительно чего-то какой-то массой пойдет пошел да ё-моё и кстати тоже передняя левая как на том давай заглушим но если надуть то он еще на утром не проедет так зачем там шинка сейчас сделаем у тебя кстати задний борт кто-то украл нет смысле понимаешь какая картина значит он стоял у меня около дома борт был открыт мои детишки и те естественно что где борт нахрен отломали я забросил естественно в багажник и поехал зима скользко он у меня и соскользнул так я потом увидел жене звоню говорит слушай жене проедет пожалуйста по по месту падения посмотри где он она проехала увидела позвонил не я через полчаса приезжаю все борта нет а то есть вот так отработали до детишки вандалы отломали нет я конечно потом его наорал на жену сказал как ты еще не могла его спихнуть на обочину а она на шпильках на шпильках платье от твоего даджа зима зима а то вот такие сугробы понимаешь огнеметы ёпть огнеметы давайте отъехки дольем 3 капитан может мы сейчас чем от пенится мало дай бог недостаточно да достаточно не надо доливать что-то не так было с буром все там было так вообще пенится воздух подсосывает нет ответ у меня на этот вопрос так что нам делать колеса все в ду ты ниже же есть но одно не в дуто данным и на нем за не за запаски то нет целый кузов да там он там и колеса для него есть собранные только другие да конечно откуда из авито здесь большой домкрат есть же дом сейчас колесо отвернем нашинка его откатим колесо сделаем до прикрутим хорошо потрясающее свойство не пиле да может и накачивать и сдувать и накачивать да активно накачивается хорошо не одну одну гаечку ночью нас конечно техника такой рассеянный вообще план на самом деле стихий начинает меняться я начинаю все вспоминать и прошлой идеи со свапом потихонечку начинает отходить на второй план но я теперь искренне не знаю что с ним делать с карданом сейчас мы заедем петрич колеса сделаем в бокс заедем посмотрим с тормозами все хорошо что не тащи в ноль смысле колодок не колодок не да ну колодки это не проблема колодки не заменяет когда когда хороший вопрос когда мы найдем импортозамещенные колодки у тебя нет колодок запасных у него передних по-моему это новые колодки а нет колодки нет диски диски новые да поэтому и жалко диски новые а то вот там колодочки вообще в ноль нет абсолютно тотально ну да ладно сейчас подумаем такое ощущение что мы идем макси дом за покупками или из макси дома похоже и он здесь недалеко надежная стельмана там сам бог велел я думаю что оттуда и уехала сезон что на монтажный еле прорвались но так гораздо лучше я вот думаю если сейчас все хорошо так можно просто съездим колодки купим да крестовину чтобы кардан не отстегивать если они есть наличие мне кажется хорошо там не будет там вывалилась чашку крестовины кардана мне кажется придется подваривать чтобы она больше не вывалилась ничего страшного сварочник у нас есть вы такое огнемет и крестовины вываливается надо найти кстати тысяч капитан реально от найти да нет просто крестовина здесь это американская история но что тебе не нравится она выскочила потому что снизу ну правильно если мы купим крестовину а я понял о чем ты да не просто но разберемся я думаю что причина как раз крестовине потому что схемотехник это американская то есть это работает и работает и работает и работает десятилетиями я думаю что ладно главное чтобы части были а мы сейчас все собираем закатываемся в бокс разгружаем параллельно смотрим если запчасти едем с запчастями чиним уезжаем и самое главное знаешь что думаем что с ним делать дальше афрод какой-нибудь полайта это понятно это понятно да кстати полигон 98 большой вам привет можем к вам приехать будете нас теперь еще этого крокодила вытаскивать до ночи си пока мы тут бегаем вода началась замерзать ничего себе вода и пышки там давай давайте коллективно а давайте береговое чё говоришь не они наговаривали стекла работает сейчас какой-то из них могло не работать ничего страшно но надо дать должное что значит этот автомобиль за годы стояния все-таки ломается гораздо меньше нежели чем газель за месяц я спешу заметить тоже кстати кринжой вашего сотрудника если мы посмотрим вот туда мы увидим там головку блока цилиндров собственно говоря и все остальное тоже належивается на машине нельзя ездить автомобиль это как крик души по ней даже автомобиль что же и чтобы ездить да я вас уволен какая глупость уазик моя дочь как крайне младшая она говорит папа дать утром сегодня поедем на настоящем автомобиле . капитанская дочь а потом когда мы ехали почему настоящий автомобиль я говорю дочь понимаешь что на автомобиле нужно просто ездить не слушать музыку не ослаждаться просто сел и поехал огнеметы огнеметы это по заказу были сделаны я промолчу до петрович до дочь надо же такое придумать вообще как вам такое в голову пришло я осомоляю мне кажется ли я начинаю скуфить а старость отлично все работает так печка работала на моей памяти и я надеюсь что она работает да-да-да-давай отрубит еще вон алабача вообще отлично зеркало заднего вида да нафиг она тут нужна сейчас как раз посмотрим что спички и попробуем позвонить колодки и крестовину у дочек работает пневматический все четко разбором все-таки проблемы я же говорю были проблемы с гором они появились понимаешь ну пять лет стояния все что хочешь но неспроста там воздух пузырьки еще одна проблема поехала ну прям да как на 157 в его и ладно сейчас нагреемся посмотрим надо что-то не так определенно с дуром в общем мы решили заехать чтобы уже в помещении разбираться потому что сейчас прохладно так ничего обратите внимание dodge и audi для наших подписчиков на бусте она кстати в порядке готова решеточки бампере все есть так ну в общем и целом да мох все канонично все как всегда не хочу знать что вот это такое видимо скринж ровер и иван валич а помните было в каком-то советском фильме если меня спросит спустя много лет а зачем вы это сделали я не буду знать что то и что за фильм так формулы любви точно граф клестро да 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 если меня спросят а что вы делали под брянском я не буду знать что ответить так и мы спустя пять лет когда все это было построено если меня спросит зачем я не буду знать что ответить потому что могли видимо видимо где а это то я вка видим пётр юрьевич она откуда она куда-то сверху или хорошо сохранилась рама хорошо сохранилась до вот поэтому у нас это все таки работает не из бачка ли овер дофига а почему овер дофига мы же не доливали но смотри льет она а судя по всему с бачка здесь так не просунутся бачок сухой я бы сказал ну а как вот избыточное давление все-таки точки избыточное кстати говоря а вот и огнеметы идиоты ну просто идиоты это огнеметы они реально работают да 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 пил пил а ну да может деваться вот они готовились потому что можем другого ответа нет ладно давайте под машину слазим посмотрим что с карданом да позвоним по запчастям я вспомнил почему мы его купили потому что у него хорошая рама и хороший кузов так здесь у нас шарнир гука раздатка у нас родная цепная коробка автоматическая не родная а вот и переходная плита АТФ течет зато не сгниет есть проблема но относительно не знаю насколько она большая или небольшая короче я позвонил ой Иван Валерьевич вы здесь я позвонил значит крестовина стоит 21 тысячу рублей ух ты ожидать ее нужно ни много ни мало 60 дней и то не факт потому что часто бывают откажи с колодками проще колодки тоже под заказ но ждать три дня но там есть три типа колодок три модификации и не факт что придут нужные автомобиль должен быть новым и черным или чужим а Петр Юрьевич я что предлагаю сделать мы можем значит сделать две вещи сначала попробовать достать крестовину переднюю снять кардан ну да можно и так просто смысл в чем мы сейчас ее возьмем и сходим в универсальный магазин который все для уазиков посмотрим аналогично посмотрим аналогично если будет чудо то будет чудо если у нас чудо не будет мы все таки будем что это за провод что-то лишнее как-то так но так или иначе тест драйв с таким карданом невозможен то есть мы тут все размолотим а этого бы совсем нам не хотелось очевидно как-то так и плюс еще с Гуром Иван Валерьевич вспоминайте что у нас не так пошло с этим берем под этим Гуром я же помню что-то было не так может наши подписчики в комментариях напишут они же смотрели эту серию хотя в серии все равно не все да может зачем не снимайте перчатку у меня перчатки независимый эксперт на сайте блогершоп ссылочка будет в описании не удержался когда еще его строили там Гур давил много давления а внутри в нем не было регулятора потом поставили регулятор от газона или от Валдая и стало все хорошо я подозреваю что что-то сломалось пока он стоял ну что-то закисло а почему у меня в памяти нет что все было хорошо ты знаешь у меня племянник психолог я думаю ты можешь с ним об этом поговорить думаю что в памяти где он так меня еще давно не посылали уже ну короче русский язык мне в рот а где сам насос Гура здесь а насос Гура здесь Петр Юрьевич в том-то и проблема что он не ремнем приводится он приводится этим самым как он называется ты господи прости чем-то механическим прямо изнутри дрыгателя где он падла генератор компрессор это вентиляция картера это нормально да это евро минус 4 вот еще какая-то шланга идет шланга идет или что это датчик положения каленвала да похоже куда вот эти шланги вот-вот идет сюда это куда на машинку да-да-да нет вот этот регулятор давления вот это идет наверное оттуда оттуда что у вас тут погасит? иллюминация кончилась в общем так господа кастомайзеры вот это насос Гура он приводится в действие от маховика я так понимаю очень похож на то очень похож на то значит это расширительный бачок от него идет хобот хобот здесь тройник вот это идет в ГУР на слив да, обратка? да вот это я так понимаю у нас идет с ГУРа вот это у нас идет на рулевую машинку как подача правильно? правильно значит это расширительный бачок а где у нас простите обратка с ГУРа нет а вот рулевая машинка это не может быть обратка это подача потому что вот это идет с насоса это под да, это идет с насоса это с насоса это регулятор вот подача на вот подача на машинку рулевую да а вот а где обратка? а вот обратка где мы видим обратку? ты видишь обратку? я вижу ее на ГУРе а куда она идет? она идет куда-то под рамой под рамой вот она идет это она? она вот она сейчас и тележку возьму а вот она вот радиатор вот это радиатор и он идет в бачок логично вы в лариже да да и поэтому поскольку она идет в бачок обратка давление большое она и выплевывается а и вот этот регулятор давления он сбрасывает излишнее давление в обратку да вот как кто же такое придумал то свап . принимала в этом активное участие вообще это выглядит нелогично но тем не менее это происходит формально у нас идет с рулевой машинки в бачок с бачка идет вот он толстый хобот вот здесь тройник на сброс давления и технически априори там должно быть ну масло в этих об отах но они выглядят очень пустыми . он булькает он воздух булькает то есть по вот здесь вот я прям чувствую что там нет ни хрена поэтому нас и гурморосит то есть нам скорее всего нужно отвернуть да каким то образом да чтобы нас у всех не облиза да у нас начало вот это вот это регулировка давления это сапун да но масло я бы все равно этот хобот отвернул и налил почему не знаю технически звучит нелогично но я так чувствую ты художник тебе надо здесь очень много художников здесь прям какой-то этот каком малевич петр юрьевич вы лучший похоже на уазовский сейчас замерим чашка на этом . битон похоже вал крестовина примерно то же самое смешно как заново читаем эту книгу сейчас посмотрим будет у нас удачи или нет 27 с копейками возик точно 29 28 а тут 27 с копейками да а так 92 здесь 71 а здесь побольше надо что-нибудь . видал ну да не пока не про каналов универсальный магазин не помог сейчас удивительно да какие-то космические технологии втулка стоит место иголочек тот уже на колхозе он ты думаешь да вот а это не специальная обойма по которой подшипники когда джинит вода очень ли нет втулка ты думаешь да он дочит померил не может быть скольжение да вот он кто-то уже до нас тут был нас кинули как школьников . капитан пять лет назад на истребском водохранилище здесь кто-то колхозил очередной раз ладно давайте с гуром посмотрим что можно сделать сухо ну с одной стороны это по идее логично потому что это же сброс да да чили не хватает давления чтобы сбросить не знаю короче давайте бахнем вот сюда потому что сейчас по ощущениям такое чувство что не хватает жидкости мы можем сюда потихоньку заливать доказать чем будем смотреть когда здесь появится ну ну хорошо давай сюда зальем но я тебе уверяю ну как здесь какие сообщающие сосуды сколько но и только если пониже хоботов опустим да да ответ на вот а тфк где-то где а тфк от его на тфк я держу держу хобот но мне кажется чудо не будет прям совсем чудо не будет обязательно будет не будет мне кажется здесь бачок просто не той системы надо бачок ставить от валдая какой-то гигантский а там как не течет нет конечно где тут тоже ну я могу сказать что здесь поднимается да но сосуды сообщились да ну сосуды сообщились будет приходить да 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 нет сосуды сообщились хорошо законы физики работают в этой вселенной да а налили мы совсем чуть-чуть больным в общем шик сейчас посмотрим откуда будет плеваться да давай запускай а покрути рулем тяжко да тяжко ну твари либо насос гуру умирает либо что-то еще да либо что-то еще и он прям видишь идет пена да с воздухом ладно а включи что-нибудь он поедет вперед назад без переднего кардана да 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 я смотрю сзади грузак осторожно да все нормально поехали вперед без кардана мы можем ехать хорошо глушить . питанку а 4х тоже замыкает да ну и хорошо что с гуром ну вот это получается у нас очевидно регулировочный винт это типа заглушка вот мы заглушка отвернули да и здесь под шестигранник мы регулируем давлением никакого прокачного здесь я так понимаю нет а вот это что такое какой-то дополнительный фитинг вкручивается для чего-нибудь что мы можем сделать мы сейчас можем снять шланг сюда подставить баночку да если завести мотор и отсюда что-то будет брызгать значит нас давление регулируется или вот эта хрень неисправна и он отсюда не выплевывается сосет воздух если бы она была неисправна то рванула бы рулевую машинку такое было в самом первом разе сейчас подожди вот теперь запускай сейчас в рожу давай да только будь готов заглушить стой стой подожди не газой нет я что это было да это отсюда воздух потравить отсюда воздух травить до запусти так а вот по идет шла шла а покрути рулем вау вау стой вау спасибо спасибо да тут как бы хрен расслабишься но как будто в квд пора вот этому носику и прям мы сняли шланг можно венерологический диспансер благодарю вас ну или что-то другое да и мы сняли шланг и жижа ушла начали вращать она тут поднялась да у нас за воздушность все может быть квалификации не хватает чтобы чтобы ответить ладно давайте сделаем то что мы редко делаем подумаем у нас обычно есть разными в остальном как сейчас это когда сейчас трава работа на обката на и прокатала укладывать А если что-то у тебя сломалось, на кольцо 200 прожаривай, и все будет хорошо. Да-да-да. Был у меня тоже такой друг. Из сервисов не вылезает. Мой живой. Мой тоже живой. Машину толкать жалко. Ладно. Подумаем. В ход пошли инженерные испытания, так сказать, лабораторная работа. Компенсационная петля. Смысла в ней никакого нет. Просто жалко было резать шланг. Значит, сброс давления сюда. Здесь у нас вялый, заткнуто. И вот сейчас посмотрим. Товарищ капитан, заводи бибику, только, пожалуйста, не газуй. По идее, сейчас он должен начать всасывать масло. Подожди, Петр Ильич, не закрывай. Я бы еще лицо отсюда убрал. Вдруг? Я вот так. А, вы вот так, чтобы... Ну, правильно. Попробуй, не газуй. Да. Стой. Стой. Ну, брызит с обратки. Ну, брызит с обратки и брызит воздухом. Смотри, с кучей воздуха. Может, в этот момент надо доливать? Да, хорошая идея. Я тоже хотел вам это предложить. Может, через вороночку как раз-то есть хорошая вороночка. И, возможно, сейчас прокачается. Здесь пока ничего. Ну, причем пока уходит, да? Да. Ничего. Давайте подождем. Так, здесь набралось. Ага. Торичь, капитан, попробуй покрути. Ну, что? Крутится легко. Да? Я понял. Все, все, глуши. Я понял, как это работает. Мэ, мысль. Короче, нам нужно просто какой-то гигантский бачок для жижи. Например, от Валдая или от чего-нибудь другого. Объясню. Смотрите. Дело в том, что у нас чахла прокачивается. Я не знаю, как этот хобот на это влияет, но как-то влияет. Он, на самом деле, еще сбрасывает из себя и воздух, который в нем есть, и завоздушивает систему. Поэтому нам нужен бачок с тремя выходами. Понятно, что с рулевой машинки идет сюда, и слив идет сюда. А вот шланг отсюда, который сбрасывает давление, как раз регулятор, ну, в смысле, сработал. Когда у нас пошла жижа, и руль стал легко крутиться, он стал сбрасывать давление. Так вот, этот шланг должен идти вверх бачка. Не в нижнюю его часть, а в верхнюю, чтобы он выливался, если при сбросе давления, сверху. А, соответственно, с рулевой машинки и обратно в гур, чтобы снизу. Короче, нам нужен бачок Гура, где снизу два соска, а один сверху. Какой-то кастомный. Например, расширительный бачок антифриза от Вольцвагена. Можно от штуцера вот сюда вот врезать. Ну, здесь он все равно это самое, просто здесь АТФ-ки-то много надо. Ну, нет, это так. Да. У нас в компании газовщик принято, что они куда-нибудь врезать. А, в этих рамках. Да, 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 да. Ну что ж, братцы, на самом деле, худо-бедно мы это прокачали, да? Неисправность, инженерная недоработка понятна. С карданом понятно, с колодками понятно. Давайте устроим тест-драйв. А кто будет стоять колеса держать? Какие колеса? Которые в багажнике, может мы их выгрузим? Можем мы выгрузить. Опять же, нужно найти добровольцев. Добровольцев? Чего косой сразу? Я готов. Прекрасные колеса. Просто великолепные. Накаченные-то. А, ну это... Держат. Прям можно склад открывать. Колес никому не нужны? Какие-то жигулевские. Боже мой, это еще в диске. Это Соболевский, по-моему. Очень похоже. Да, очень похоже. Ну что ж, попробуем. Это есть, это есть, это есть. Товарищ капитан, только сильно не тормози. У нас колодки прям совсем, и считай, что нет. Пожалуйста, спасибо. То есть ты предлагаешь разгоняться и не тормозить? Я предлагаю не разгоняться. Завожу? Будьте любезны. Я завожу. Ты заводишь. Вот эти прям лампочки, светодиодики. Что-то из них должен быть... Как у рыцаря Дарёк. У Дарёк, помнишь, был такой? Да, да. Что-то из них должен быть вентилятор охлаждения. Очень хорошо. Хорошо, поехали. Аймающе вентилятор охлаждения. Попробуем. Во всяком случае, кардан не толмаем. На заднем приводе. Гур плюс-минус. Надо переделывать бачок, но это не страшно. Сделаем. Ценные запчасти и инструмент. Товарищ капитан, ты не на паровозе. Ну, надо отдать должное. Даже фары работают. Я думаю, вернем мы его к жизни окончательно. Но только вопрос в том, что с ним делать дальше. И аварийка работает. Редкий случай. Хочу порулить. Драйв. Ничего себе. Собственное Ауди бы не выгомонить. Это да. Истальных не собрать. Ты знаешь, а ничего. А с Гуром-то как приятно, да? Белтор Юрьевич, как тебе там? Отлично. Приказно. Ну, и вообще ништяк. Так он, на самом деле, даже мощный. Конечно, не завтра, 3,8. Ничего себе. 3,8 Cummins на турбо. Или, может, оставить как техничку? Ну, да, кстати, как вариант. Нам что нужно? Нам нужно увеличить ресивер на вакуумный насос на тормоза. Правильно? Правильно. Ресивер надо увеличить. А, возможно, и вакуумный насос побольше поставить. Второе. Изменить бачок Гура, чтобы изменилась несколько системы циркуляции. Я думаю, что с подвеской делать ничего не надо. С ней и так все в порядке. Ну, кардан, понятно. Колодки не страшно. Мы закажем. Тормоза, кстати, есть. Железом об железо. Компания-газовщик. Что ты хочешь? Компания-газовщик. Где оставили? Там и стоят. Да и, в принципе, подвеска такая там. Да, да, да. Только с коробкой надо поколдовать. Я забыл, как называется устройство, которое регулирует переключение передач, чтобы оно переключалось ниже, чем обычно. На двух тысячах примерно. Ну, и я не удивляюсь, мне это рассказал знающий человек. А здесь коробка с бензиновым двигателем? Да. С непривычки. Ну, что, включайся. О! Такого снегопада! У нас что-то отбалилось. Тяга фонара? Да. Если бы это была рулевая... Да, тяга фонара. Прекрасно. Крепкая машина, даже с оторванной тягой фонара. Вообще незаметно, что что-то там не так. Если бы не проничало по рельсам... Алло, что-то, понимаете, нам напозлее. И вперед... Тягу фонара, бачок, перепрошить коробку. Не перепрошить, там механическое устройство. Механическое устройство перепрошить. Перенарезать резьбу. Там эти, как их... Грузики какие-то нужно сделать, по-моему, поменьше. Называется гувернёр. Ого, точно! Ёкарная баба. А что ты молчал-то всё это время? Я знал. Поехали. Полный бестяги фонара хорошо себя ведёт. Небеса плачут снегом. А худи независимого эксперта греют. Есть с вышивкой, есть с принтом и надписью на рукаве. Ссылочка будет в описании. Кому тепло? Конечно. Да. Ещё бы. Кому тепло? А вы присаживайтесь, господа. Я подавлю. Вы подавляетесь. Держитесь там, сэр! Держусь. Флот Юрия Лозы в кузове. Дурдом. Прекрасный финальный аккорд. У нас тут Армагеддон с Брюсом Виллисом. Правда, какая-то левая экранная копия. Ну, а что мы хотим ещё в те времена, да? Кассеты всё оттуда. В общем, смотрим видик. Горит костёр. Печка. Вот сколько раз хотели взять, и каждый раз я забываю, Пётр Юрьевич, надо заехать всё-таки взять картошки и запечь картошки. Потому что дров у нас немерено, видак у нас есть, Армагеддец идёт. В мундире картошечки. Почему нет? С селёдочкой. Почему бы и нет? Вообще кайф. В общем, братцы, смысл в следующем. Значит, мы составили список. Значит, нам нужно изобразить кардан, изобрести крестовину. Мы заказали колодки. Что нам ещё нужно? Нам нужен усовершенствованный бачок Гура. И после этого мы сможем осуществить ходовые ездовые-испытания. Спустя пять лет. Посмотрим, что ещё вылезет. Но вопрос у меня остаётся очень большой. Прежде всего и к себе, Пётр Юрьевич, и к вам, и к нашим очарательным зрителям. А что делать дальше? Вот что делать дальше с нашим импортозамещённым даджом? Можно оставить как техничку. Можно съездить на оффроуд. Но всё-таки хочется какая-то вот интересная. Надо поступательно. Сначала на оффроуд. А потом уже по результатам оффроуда делать выводы. Ну, посмотрим. Так или иначе, пишите ваши комментарии. А, кстати, и сейчас же уже ноябрь, Пётр Юрьевич. Да, совсем скоро. Ноябрь совсем скоро. 1 декабря. И мы устроим сходку с нашими подписчиками на бусте. И кому-то из них отдадим ауди. Осталось совсем немного времени. Тачка готова. Решёточки все установлены. Что нужно было? Открашено, покрашено. Короче, в принципе, больше она проблем не доставляет и даже не ломается. Спасибо вам, братцы, что вы нас поддерживаете на бусте. Ссылочка на бусте есть в описании. Там есть подписчики, есть наблюдатели. Подписчики видят всё. И там все серии выходят гораздо раньше. За неделю, порой за две. До официального релиза. И без единой рекламы. Спасибо вам за это, братцы. Потому что без вас это было бы невозможно. За сим. Я думаю, что пару дней у нас уйдет на запчасти. Потому что крестовина сейчас самая больная тема. Да. Их не найти. Их не найти. Нет, ну можно там под заказ. Да, по космической цене. 5 кс. минимум. 21 тысяча рублей под заказ. Как по космической цене. По четырем космическим ценам. По четырем. Да. В общем, как-то так. За сим. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что поддерживаете. Всем мира, добра, удачи. До новых встреч. Худи. Уже почти. Смотри, сколько заношено. А принты еще держатся. Да, вон. Повыпил немножко. Но ничего. С вышивкой. Здесь, кстати, где с вышивкой, там есть молния. Зима. Надо бы еще заказывать. Надо еще шапочки заказать. И шарфики. И шарфики, да. Все это будет на сайте bloggershop.net. Вообще, заходите в описании. Там еще ссылочка есть на наш телеграм-канал. Там тоже все выходит гораздо раньше. В режиме онлайн. То есть, все наши приключения, что мы ищем, что мы делаем и как мы это делаем. Вообще, наше наблюдение и размышления о жизни. Вы еще не добавили то, что пишите по поводу оживлений на почту. Посмотрите на Петра Юрьевича. Он вообще с чах. Да, не с чах. Потому что сегодня как-то действительно такой день. Да, если вы хотите, чтобы мы приехали и оживили все-таки ваш автомобиль, а не наш, пишите на электронную почту нашу менеджеру реклама-эксперт собакамайл.ру. Наш менеджер все это обязательно нам передаст. Только сразу пишите, с какого города, в смысле Ленинградской области или Санкт-Петербурга, и прикладывайте фото и видео проблемы. Потому что в противном случае очень много заявок, и так будет гораздо эффективнее разбираться, и ответим вам быстрее. Всем мира добра и удачи. До новых встреч. Пока. Брюс, что думаешь? Он согласен. Он согласен, да. Спасем планету! Думаю, спасем. Субтитры создавал DimaTorzok